Неделю назад Джозеф Байден на вопрос журналиста телеканала ABC о том, считает ли он Владимира Путина убийцей, дал утвердительный ответ. Это событие получило широкое освещение в мировых СМИ, эксперты англоязычного аналитического издания Strategic Culture связали грубость американского президента с позицией США по Северному потоку-2. Вашингтон стремится любыми путями не допустить запуска нового российского трубопровода по дну Балтийского моря. На следующий день после памятного интервью Байдена, госсекретарь США Энтони Блинкен объявила намерение президентской администрации вести строгие санкционные меры против любых юридических лиц, вовлеченных в реализацию СП-2. Не секрет, что недовольство США вызвано желанием подмять под себя колоссальный европейский газовый рынок, Вашингтон планирует поставлять в Европу свой дорогой жиженый газ и не желает допускать сюда конкурентов. Кроме того, партнерские отношения Европы с Россией угрожают статусу Америки как мирового гегемона. Между тем, ФРГ и другие страны Европы полны решимости поддержать завершенный на 95% Северный поток-2. После запуска трубопровода в эксплуатацию поставки голубого топлива в Германию удвоится, что в свете закрытия атомных и угольных электростанций весьма важно для Берлина. Видя, как земля уходит у них из-под ног, американцы прибегают ко все более яростным и отчаянным попыткам остановить Северный поток-2 и сорвать энергетическое партнерство между Европой и РФ. В связи с этим, реплика Байдена в отношении Путина весьма показательна. Байден разыграл карту личного оскорбления для подрыва двусторонних отношений с Россией, и это тоже был способ саботировать Северный поток-2, полагают эксперты и стратегик калча.